Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет и мы продолжаем чтение второй книги Парлипоминон или книги Хроник летописей. И мы будем сегодня читать 23 главу, в которой рассказывается о свержении и убийстве Гафолия и также о том, как Иодай, священник, заключает завет между Господом, Царем и народом. Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и главпоколения Израилевых и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в доме Божьем с царем и сказал им Иодай, вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. То есть не было одобрения, что вот эта Гафолия управляет как царица. «Вот что вы сделаете, треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов, треть при доме царском и треть у ворот и сот, а весь народ на дворах дома Господня. И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены, весь же народ пусть стоит на страже Господа». И что происходит? Гафолия не знала, что выжил ребенок из дома Давидова, и она думала, что как бы все в порядке вещей. Она царствует как царица, но так не было принято в еврейском народе. Это вот в Эфиопии там как бы был такой обычай, об этом и Плиний пишет, младший, и Беда Достопочтенная, что там правили как раз царицы. И вот когда Гафолия пошла в храм, то священник Иодай, который все это как бы организует, замыслил этот заговор против Гафолии, он приказал, чтобы кричали, что воцарился, воцарился Иас. Воцарился Иас. Гафолия услышала голос народа, народ тоже стал кричать, воцарился Иас. И она вышла к народу, увидела, и вот царь стоит на возвышении своем, при входе этого отрока поставили, и колезя, и трубы подле царя, и весь народ с земли веселится, и трубят трубами, и реакция Гафолии, она не заметила, что этот ребенок остался жив. Она раздирает одежды свои и кричит, заговор, заговор, заговор. Но она сама учудила заговор, перебив царевичей из дома Давида. Если ты утопил, ты будешь утоплен, но и утопившие тебя тоже будут потоплены. Такая пословица была во дне Иисуса Христа. И вызвал Иодай, священник, который все это организовал, начальников сотен и начальствующих над войском, и сказал им, выведите ее из храма, то есть не надо ее убивать в храме, храма – это святое место, и кто последует за ней, да будет умершлен мечом, но опять же вне храма. Потому что священник сказал, не умертвите ее в доме Господнем, потому что в доме Господнем можно было проливать кровь только жертвенных животных, и то без пятна и порока. И дали ей место, то есть раступилась толпа, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, вот там умертвили ее. То есть она умертвила детей, перебила царевичей, теперь она получает меру за меру. Действие Иодая, и заключил Иодай завет между собой, между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господнем. То есть народ Господень – это все это, и священство, и царь, и князья, и простые люди. И пошел весь народ в капище Ваала, Гафолия покровительствовал этому капищу, и разрушили его, и жертвенники его, и стуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваалова, умертвили преджертвенником. Таким образом, бесславно оканчивается царство нечестивой Гафолия, Иоаз, семилетний, восходит на престол дома Давидова, Гафолию умертвили мечом, как и в законе Ноя сказано, проливший кровь человеческую, его кровь да будет пролита рукой другого человека.